приветствую вас дорогие друзья ну что вяжем сегодня вот такой красивый узор фактически он вот такой коротенький и он очень здорово смотрится когда вы вяжете резинку 2 на 2 обычную резинку мы предположим вот таким способом можете отделить например манжет красиво правда вот например дальше идет рука вот смотрите это лицевая сторона над лет вот так изнаночная тоже имеет место быть и может быть кому-то понравится больше он захочет ее сделать лицевые в любом случае у нас вот эта лицевая сторона и для того чтобы связать этот узор вам нужно набрать количество петель кратное 4 то есть раппорт у вас 4 петли 2 лицевые 2 изнаночные так и повторяете фактически у нас вот это вот часть нас интересует это 5 петелек всего лишь набираете петли кратные четырем обязательно берите кромочные настаиваю зайдите пожалуйста мой плейлист условное обозначение там очень много информации и про кромочные про другие петли и крупным планом показываю как вязать чтобы означает преимущество в каких-то ситуациях недостатки зайдите посмотрите затем вы вяжете столько сколько вам надо резинкой 2 на 2 и далее делается следующим образом вот здесь у меня есть схема я зарисовала давайте раппорт вам покажу он вот здесь вот 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 такой квадратик вот так вот здесь резинка продолжается здесь резинка продолжается а раппорт вот он 4 на 5 вот такой он интересный раппорт 4 на 5 значит все изнаночные ряды вы вяжете по умолчанию вот как видите так и вяжете все лицевые ряды вы вяжете следующим способом значит вы первый ряд раппорта провязываете сначала две петли перекрещиваете с наклоном влево затем две петли перекрещиваете с наклоном вправо и так идете до конца третий ряд раппорта вы вяжете изнаночная 2 петли перекрещиваете с наклоном влево изнаночной 5 ряд заключительные вот чтобы получилась эта красота вы вяжете две петли вместе с наклоном вправо 2 петли вместе с наклоном влево почему я не упоминаю 6 ряд для раппорта как бы вверх вы понимаете дело в том что вы начинаете резинкой 2 на 2 и после 5 ряда когда вы вяжете этот узор вы продолжаете резинкой здесь мы решили вот эту красоту сделать у меня кромочная обязательно я беру одну петлю для симметрии вам это совершенно не обязательно дальше мы вяжем аэропорт специально акцентирую ваше внимание на то что этот рапорт состоит из двух типов перекрещивания у меня на канале есть видео где можно перекрещивать используя третью спицу а можно так как я покажу в следующих рядах в любом случае первый ряд вы перекрещиваете две петли провязываем затем лицевыми сначала влево затем вправо вот есть такой способ дальше смотрите я покажу и другой способ когда вы используете только две две спицы вот мы первый ряд узора провязали переворачиваем у нас второй ряд узора изнаночный начинаем вязать четко по схеме обратите внимание что начинаем вязать по схеме и эти петельки вот так как здесь указаны они выглядят с лицевой стороны изделия мы находимся на изнаночной стороне начинаем с лицевой с кромочной петли затем у нас должна в лицевой стороне получится лицевая значит мы вяжем изнаночная а потом у нас 2 ли изнаночных петлин с лицевой стороны значит здесь мы вяжем 2 лицевые ну и тут уже мы идем 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые очень простой здесь как раз узор получается когда вяжешь с изнаночной стороны так мы доходим до конца ряда так еще немножко и конечно заключительная петелька у нас будет кромочная вот мы к ней подбираемся еще раз вам напоминаю зайдите в плейлист условное обозначение и изучите все петли вот он второй ряд второй ряд схемы раппорта так третий ряд у нас вяжется таким образом по краям кромочная и раппорт состоит из изнаночной петли 2 петли перекрещиваем с наклоном в лима опять изнаночная петля этот раппорт повторяем столько раз сколько нам надо кромочная изнаночная 2 петли вместе с наклоном 2 петли перекрещиваем влево хопа 1 2 и 5 изнаночная закрываем кромочную вот он раппорт 4 петельки еще раз раппорт изнаночная 2 петельки перекрещиваем так чтобы был у нас наклон влево изнаночная вот они два раппорта и так до конца ряда заключительная кромочная переворачиваем 4 ряд узора он изнаночный начинаем кромочный заканчиваем кромочные и начинаю вязать с изнаночной петли потому что схеме она должна получиться лицевой в лицевой стороне а затем все еще просто вяжем две таких петли 2 таких чередуя и так кромочная 1 изнаночная коли в лицевом ряду лица должна получиться и идет дальше 2 лицевых 2 изнаночных 2 лицевых 2 изнаночных очень четко вот так вот идем и в конце кромочная и заключительный пятый ряд узора вяжутся следующим образом кромочные по краям у меня и сначала две петли перекрещиваем с наклона вправо потом две петли перекрещиваем с наклоном влево этот раппорт 4 петли так и повторяем так кромочная 2 петли перекрещиваем с наклоном вправо 1 2 2 петли перекрещиваем с наклоном влево 1 2 если первую петельку убрать кромочную вот он рапорт так заключительный пятый ряд нашего рисунка а дальше идет резинка и так до конца и таким образом вот такая вот красивая перемычка и формируется все очень просто ну что я щас провяжу пару рядов что было более наглядно и вернусь к вам ну вот я провязала буквально несколько рядов вот она лицевая сторона вот видите вот это та самая перемычка еще раз получилось можно вязать вот такой узор какими-то блоками периодически вставляю в резинку вот такие вот красивые полоски можно один раз делать как манжет смотреть как это замечательно смотрится если вязать например как игры кофту от рукава к рукаву вот как летучая мышца имеет место быть изнаночная сторона она тоже симпатичная но лицевая вот в ней и есть тот самый шарм что вот если вы вяжете при положен рукав вот вот как бы отделили манжет очень красиво согласитесь но вот и все мои дорогие друзья вот такая простая схема вот такой простой узор очень одновременно красивое получается решение и все это очень просто мне очень самой понравилось так что спасибо за внимание до новых встреч пока